В 2003 году в нашей стране был принят один из самых важных законов, который регламентировал работу власти на местах. 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления четко определил зоны и меры ответственности власти всех уровней и жителей за создание комфорта на их территориях. 21 апреля те, кто придерживаются активной гражданской позиции и принимают участие в решении различных вопросов местного значения, отмечают праздник – День местного самоуправления. Красивый, чистый и ухоженный, развивающийся и строящийся Славянский район – это в первую очередь результат отлаженной командной работы, которую каждый день проводят власти района, города и сельских поселений, а также сами жители. Их активная позиция и неравнодушие – вот фундамент, на котором строится лидерство района по многим показателям на краевом уровне. Чтобы поблагодарить за труд в преддверии Дня местного самоуправления, в районе прошел ряд мероприятий. Главы поселений посетили своих соседей для того, чтобы посмотреть на их успехи, перенять опыт и поделиться своим. В этом году в рамках экскурсии делегация глав посетила одно из самых масштабных строек района – здание новой школы в городе. О такой школе можно только мечтать – перешептывались главы, переходя из кабинета в кабинет. Масштабы поражают. Просторные холлы, светлые, большие, хорошо оборудованные классы. Здание отвечает самым последним требованиям, по которым учащиеся начальной школы не должны пересекаться со старшеклассниками. А сама среда образовательного учреждения сделана действительно доступной. Любой инвалид любого профиля заболевания здесь сможет сориентироваться. То есть тут и система активная, и система лифтов. Появление этой школы обусловлено потребностью в дополнительном учреждении среднего образования, которую испытывал район, и грамотной работой власти по привлечению средств федеральной программы. Работать новая школа начнет уже 1 сентября 2019 года. О том, как построена работа по богоустройству в прибрежном сельском поселении, коллегам рассказала глава Татьяна Сайганова. Парк на центральной усадьбе в 2019 году отмечает свое 60-летие. К этому юбилею полувековые деревья получили должное обрамление. Это стало возможным благодаря умело выстроенной партнерской работе руководства поселения с градообразующим предприятием «Садом-гигантом». Праздничное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, прошло в сельском Доме культуры прибрежной. В зале собрались представители общественного актива района, главы поселений, депутаты, представители территориальных общественных самоуправлений, сотрудники администрации и жители. Поздравляя земляков глава Славинского района, Роман Синеговский поблагодарил всех за работу и отметил значимость и своевременность закона, регламентировавшего местное самоуправление. Он дал возможности, возможности главам, возможности командам в целом, председателям советов, советам депутатов, жителям, возможности мечтать, возможности придумывать, возможности изобретать, возможности реализовывать свои планы, задумки. И одно дело – работать по смете, другое дело – ты понимаешь, что ты настоящий хозяин, и тебе нужно и доказать самому себе прежде всего, доказать своим жителям, что мы лучше, что мы можем что-то делать, что мы можем улучшать свои территории. В день самоуправления награды законодательного собрания и благодарственные письма губернатора и депутатов Госдумы получили лучшие представители территориальных общественных самоуправлений, чья миссия – выступать проводниками народных инициатив от жителей к власти. На сцену для награждения приглашались главы поселений, ставших победителями конкурса «Самое благоустроенное поселение Славянского района». Награждение проходило в двух группах поселений до и свыше 3,5 тысяч жителей. Среди малочисленных победа досталось сельскому поселению «Голубая Нива», а во второй категории победили петровчане. Сегодняшний праздник, конечно, он наш, он настоящий. И, наверное, все-таки правильный закон в том плане, что управлять должен не руководитель со своей командой, со своими депутатами, а управлять должны все. То есть от мала до велика есть проблема, и легче всегда решать вместе, сообщая. По итогам прошедшего года в Петровской произошло много позитивных изменений. Начиная с активного участия в программе по благоустройству дворов, заканчивая клубом в хуторе Водной и реконструкцией участковой больницы. Это результат работы главы и его команды, а также помощи депутата Госдумы Ивана Демченко, депутата ЗСК Виктора Чернявского, главы района Романа Сенеговского, неравнодушных предпринимателей и многих простых жителей поселения. Глядя на все эти достижения, можно констатировать, что комфорт жителей в их руках. И закон об общих принципах организации местного самоуправления по-настоящему способствует этому. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова